итак показываю свою картину вот такой веночек у меня получается здесь я с этой стороны вышила уже всю зелень и все цветочки которые надо было закончить у меня закончены вышила вот листики из ленточки более толстой и таким образом у меня выглядит мой венок что еще сделала так как здесь в нашем лучке присутствуют как бы розовые я решила еще сделать несколько розовых цветочков у меня есть вот тулип вот такой же такой же секционного окрашивания то есть здесь очень много розовых фиолетово-фиолетово-розово-белые такие тона и и и ими я вышила вот такие веточки у меня как бы здесь ветка была травяная я в конце и в конце нее сделал зелененькие темно-зеленые вот такие узелочки французскими узелками а потом в дело нитку вот эту текционного окрашивания тулип как бы вдвое и сделала вот такие колумиальные узелки получилось очень красиво и сейчас я вам хочу показать как это выглядит на увеличенном размере вот видите здесь достаточно среди не более насыщенный розовый потом здесь вот с фиолетовым оттенком здесь вот переходят почти на белый в конце то же самое я хочу также вышить вот у меня здесь вот есть веточка такая примерно такая же только другого немножечко размера зелененькая я ее также вышью покажу как я вышивала вводим нашу иглу ниточка вдвое и колониальными узелочками смотрите слева направо снизу подхватываем и потом вверх справа налево вот сюда укладываем нашу нить прям затягиваем и еще раз вниз слева направо и верхушечку вверх слева на справа налево и укладываем на ткань вот таким образом выводим ниточку наизнанку подтягиваем ее подтягиваем узелочек рядышком выводим опять опять делаем узелок укладываем вниз и затягиваем и по всей поверхности наши зеленые ветки укладываем укладываем ниточку делать это достаточно тяжело так как уже очень много вышивки и ниточка цепляется за цветочки и за листики поэтому нужно очень аккуратно следить за тем чтобы нитка сильно не зацепилась иначе вот лишние вот ниточку придется подтягивать чтобы не было дополнительных каких-то узелков ненужных нам вот и сразу получается что вот наш веночек заиграл совершенно по-новому он стал намного интереснее выглядеть на него уже можно глядеть любоваться его рассматривать со всех сторон и вот каждого цветочка вот примерно одного вида нам надо делать больше чем один как минимум два может быть три и тогда как бы картина будет смотреться более законченной более интересной вот наши розовые цветочки мы вышили только один ряд здесь вот еще до вышивая и последний вот последний узелок первом ряду у меня уже готов следующий ряд я вышиваю между вот этими двумя то есть как бы шахматном порядке делаю узелки и кладу их прям вот значительно близко друг другу следим за ниткой чтобы она не запутывалась не цеплялась за веточки листики и цветочки здесь будем вышивать до тех пор пока у нас ниточка не закончится колониальные узелочки очень красивые сами по себе и и в таких ветках они будут действительно только украшению ниточка запутывается поэтому надо сцене очень хорошо следить да здесь не получится на колониальный узелок но просто французский узелок с одним навивом сейчас попробуем сделать вот так вот получился у нас получилось две веточки в принципе они по ширине примерно подходят здесь как бы узенькая потом увеличивается в размере вот здесь примерно одинаково толщины но здесь как бы закругленный здесь более прямой но тем не менее видно что это одни и те же как бы цветочки теперь мы по вышиваем вот такие красивые фиалочки на который также украшает нашу вышивку и сделаю я их вот в этом месте здесь требуются какие-то вот элементы более большие большие более интересные буду показывать на этих пяльцах потому что на картине я вышивала у меня был остаток ленты и поэтому на мой взгляд получилось неудачно я переснимаю мое видео и так вот ленточку используем ширина 12 миллиметров мы вышли и и по центру выводим нашу ленту и первый лепесток у нас будет идти вот а это обычный стежок он будет у нас идти где-то вот сюда то есть тяжелка это по высоте нашего лепестка вот примерно вот так он не будет идти теперь делаем два лепестка справа и слева но немножко их поднимаем вверх я буду делать имея ввиду что центр у нас здесь вот такой вот закругленный то есть не совсем в ту же то же отверстие дива ленточку а чуть чуть ниже а здесь уже вот эти лепестки я делаю ленточным стежком то есть с проколом вот под углом где-то вот если вот здесь вот сделать прямой угол под углом где-то примерно почти 45 градусов теперь затягиваем этот лепесточек чтобы кончик был остреньким вот но опять же не затягиваем полностью делаем листик достаточно объемным то же самое мы делаем с другой стороны вывозим ленточку вот здесь с другой стороны расправляем ее и делаем еще один ленточный стежок примерно симметрично правому стежку делаем левый стежок ленточный стежок по центру наши ленточки вот так опять же затягиваем чтобы кончик лепестка был остреньким но не сильно затягиваем делаем лист объемным все листики еще раз поправляем все лепестки еще раз поправляем вот теперь нам нужно сделать еще два лепесточка которые смотрят сюда и сюда опять же мы все делаем по центру мы на перетяжке которые у нас с изнанки не обращаем внимание здесь мне нужно просто показать как действительно я вижу вот такой цветок то есть это не просто вот обычные лепестки а чуть-чуть мы их делаем по-другому следующие лепесточки опять подправляем их у основания и опускаем уже больше вниз здесь расстояние между вот этими лепесточками и расстояния между нижними лепестками здесь значительно больше вот это расстояние больше чем вот это Это больше будет, чем вот это. И затягиваем лепесток. Здесь нужно затянуть, даже его немножко вот так, сделать чуть поуже, чем вот эти верхние лепестки. Нижний лепесток чуть поуже, чем вот эти верхние лепестки. Последний лепесток у нас идет. Вот, выходим. Главное здесь не попасть в ленту, потому что с изнанки у нас лента перетянута, и можно легко попасть в нее. Если мы в нее попадаем, то у нас весь цветок может испортиться. Так, опять же, вот где-то вот так. Делаем ленточный стежок и затягиваем его. Вот, делаем уже. Не расправляем, как вот эти вот мы расправляли с вами. Теперь все лепестки приподнимаем. Самый объемный должен быть вот этот вот первый лепесток. Он у нас должен выделяться. Потом далее идут верхние лепесточки. И потом после них нижние лепестки, они у нас уже более мелкого размера. Сейчас я вам покажу, как это должно смотреться. Вот. Теперь берем нитку желтую, ирис. Теперь по центру нам нужно вывести нитку и сделать колониальный узелок. Снизу подводим и потом сверху. И здесь главное вот так уложить его по центру. И вывести наш узелок с обратной стороны аккуратно, аккуратно. чтобы центр не уехал. Вот. Таким образом, вот, посмотрите, получился вот такой цвесточек. Вот такая фиалочка красивая у нас получилась. Такие же фиалочки мы можем сделать еще, как я говорила, где-нибудь вот здесь. Ну, вот здесь. Ну, можно и вот здесь еще сделать. Ну, в зависимости от того, как вы найдете место. Вот здесь можно сделать. Здесь одну сделать. Вот здесь сделать одну. Вот в этом месте, видите, у нас вошло три фиалочки. И еще вот несколько цветочков я сделала. Очень маленьких из маленькой леночки. Как бы это мини, маленькие еще не распустившиеся полностью фиалочки. То же самое можно сделать где-нибудь и здесь. Теперь я вам покажу, как мы делали маленькие незабудочки. Я хочу здесь сделать достаточно пышные цветочки. Поэтому буду использовать ленту не 3 мм, а ленту шириной 6 мм. Крайшек сейчас немножко прижгу. Вот. У меня лента достаточно длинная, потому что я ее как бы окрашивала. И сейчас покажу, как я эти маленькие цветочки. Лента длинная очень. Вот. Вот. Подкладываем. Вот по центру вывозим цветочка ленточку. И делаем первый лепесток обычным стежком. И я подложила здесь зубочистку, чтобы не затянуть полностью ленту, чтобы она была более свободной. Вот так. Вот лепесточек один. Вытаскиваем ленту. И теперь рядышком выводим. Рядышком выводим. Накрываем так вот чашелистик во внутрь. И к центру введем нашу ленточку. Вот так она у меня уже выглядит. Два лепестка готовы. Теперь мы выводим нашу ленту. Еще увеличим. Выводим нашу ленту ближе к центру. Подкладываем. И вводим иголку наизнанку. Третий лепесток готов. Теперь вот рядышком здесь, с верхушкой лепестка, мы должны вывести ленточку. Это у нас уже будет четвертый лепесток. Мы его накрываем зубочисткой и ведем ленту вот ближе сюда, вот к центру. Вот четвертый лепесток у нас готов. Остался последний лепесток, который мы будем делать от центра. Раз мы к центру вышли, значит от центра следующий лепесток мы будем формировать. Вот мы вытащили ленточку, подкладываем зубочистку и ведем ее наизнанку. В месте верхушки нашего лепестка. Так вот затягиваем наш последний лепесточек. У нас получился вот такой красивый цветок. Объемным. Сейчас обрежу ленточку и покажу, как в центре таким же образом мы, как и у фиалочки, делаем срединку. Берем нашу ниточку ирис, выводим вот по центру нашу нить, делаем колониальный узелок. Сначала снизу подкладываем, потом сверху и рядышком уложили ниточку и ее затягиваем, вытягиваем наизнанку. И получился вот такой. Такая у нас серединка красивая желтая. Вот такие цветочки мы должны сделать полностью. Вот 8 цветочков мы делаем здесь вокруг. Они у нас будут уже более пышными. Здесь изначально планировала я использовать ленту 3 мм, но использую ленту 6 мм. То нам нужно еще доделать. Нам нужно полностью весь венок привести, окончательно сделать обработку. Здесь побольше, если не хватает каких-то элементов, каких-то цветочков, можно самим добавить. Можно добавить какую-то травку, можно добавить какие-то другие цветочки, мелкие цветочки, может быть веточки. Здесь уже каждый делает по-своему. Я вам потом покажу, что у меня получилось в готовом виде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...